Встреча в Копенгагене способствует продвижению плана мирного саммита по Украине. С такими заголовками в начале недели вышли влиятельные европейские издания. Первым о международной конференции в столице Дании сообщил Financial Times. По информации британского издания, в конференции приняли участие как высшие должностные лица из США, Евросоюза и других государств-союзников Украины, так и представители стран глобального юга – Индии, Бразилии и Южной Африки, которые занимают нейтральную позицию. Участие значительного количества стран глобального юга демонстрирует, что в отношениях наших стран происходят существенные положительные изменения и выход на качественно новый уровень взаимоотношений, написал в Телеграм руководитель Офиса президента Украины. Встреча советников в Копенгагене является четким сигналом уважения к Украине и нашей справедливой борьбе, поддержки территориальной целостности нашего государства и суверенитета, что являются основополагающими принципами ООН, которые мы все разделяем. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины в Телеграм. Украинская формула мира – гарантии безопасности для Украины и проведение глобального саммита для обсуждения мирного плана Киева. Это основные темы конференции в Копенгагене. Мы очень много работали внутри большой семерки над формулой мира. Идея состоит в том, чтобы выйти за рамки этого и привлечь таких ключевых игроков, как Бразилия и Индия. Мы откровенно ожидаем и желаем, чтобы там присутствовал Китай. Европейский дипломат на условиях анонимности в интервью Reuters. Китай на переговоры пригласили, но Пекин своего представителя не прислал. Впрочем, позиция Китая и других стран в ближайшее время может измениться, считает министр иностранных дел Дании Ларс Лёки Расмусен. Вооруженный мятеж в России показал истинное положение дел Федерации. Я считаю, что Путин ослаблен, по крайней мере, в какой-то степени. И надеюсь, это может повлиять на готовность остального мира обсуждать послевоенную ситуацию в Украине. Ларс Лёки Расмусен, министр иностранных дел Дании на заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Встреча в Копенгагене – важный шаг на пути к формированию широкой коалиции для усиления дипломатического давления на Москву, уверены эксперты. Постепенно украинская формула мира, она всё более и более становится мейнстримной. То есть сначала она была президентом Зеленским обнародована, далее она поддерживалась рядом партнёров Украины, потом резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая в значительной степени эту формулу подтверждала. Ну и сейчас мы видим, что уже в принципе вокруг неё формируется довольно-таки серьёзная и представительная дипломатическая коалиция. Киев намерен привлечь к участию в глобальном саммите мира не только страны Запада, но и государства Азии, Африки и Южной Америки. На саммите планируют подписать украинскую формулу мира как единственный механизм достижения устойчивого и справедливого мира. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.